Славься, Господь, Родина моя! В первое воскресенье октября ежегодно отмечается День Московской области. Накануне, в пятницу, у Дарца культуры имени Юрия Гагарина собрались жители округа, представители власти. Наш регион обладает уникальной историей, богатым культурным наследием, великолепной природой. Но самое главное, чем обладает Московская область, Подмосковье, наш муниципалитет, конечно, это талантливые и сильные люди, наши жители, жители с настоящим сильным русским характером. Современному Подмосковью как региону более 90 лет. От московской губернии, в состав которой когда-то входили и Тульская, и Владимирская области, до субъекта федерации, который по численности уступает только столице государства. Подмосковье активно развивается, а вместе с ним и Сергио-Посадский округ. Идет социальная газификация, строится школа и физико-математический лицей, больничный комплекс. Меняются и благоустраиваются городские и сельские территории, появляются пешеходные зоны, строятся парки и скверы. Чтобы все у нас было хорошо, чтобы благополучие населения и развивались. И вот строится у нас больница, строится не по дням, а по часам, чтобы было все у нас хорошо, настроение, всем доброго здоровья. Ко дню Московской области высокие награды получили жители округа. Медсестра районной больницы Анастасия Румянцева удостоена грамоты президента Российской Федерации. Она пришла в районную больницу всего 4 года назад, где начала работать в отделении реанимации. Ну, конечно, отделение реанимации тяжелое. Коллектив у меня очень хороший. Я благодарна каждой медсестре, которая давно работает, которая меня обучала. И вот благодаря коллективу они меня научили работать в экстренных ситуациях. Врач-кардиолог Елена Ревняк и медицинская сестра Елена Слободенюк удостоены медали Луки Крымского. Были также вручены грамоты губернатора Подмосковья, главы Сергея Упасадского округа, Совета депутатов, а также министерств и ведомств Российской Федерации и Московской области. Символично, что день Московской области совпал с еще одним важным событием. Сегодня, мне кажется, это очень символично, есть еще одно событие, очень важное событие, историческое, справедливое, очень доброе. Вот буквально несколько минут назад в столице нашей Родины, в Москве, в Кремле, наш президент Владимир Владимирович Путин подписал документы о вхождении в состав Российской Федерации еще четырех субъектов, еще четырех территорий. К празднованию Дня Подмосковья коллективы Дворца культуры подготовили большой концерт. Татьяна Колганова, Ирина Максимова, Антон Коврижных. Программа «События».